Я желаю, товарищ капитан, мне ура! Армейская дисциплина, строевая выправка и чёткость действий. Всё, как и подобает настоящим защитникам Отечества, пускай и будущим. На день открытых дверей пришли в основном ученики средней и старшей школ. Для них этот день особенный. Они вступили в ряды юноармии. Клятву на верность произнесли в строю. Предвидицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным своему Отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Клянусь! Юноармейцы посвятили больше сотни учеников из семи городских школ и Севастопольского морского колледжа. Однако на дне открытых дверей были и те, кто пока далёк от военного дела. Как признаётся один из школьников, оружие в руках пока не держал. Но к трудностям и лишениям будущей профессии уже готов. Преемственность поколения и мечту детства никто не отменял. Я как бы как ученик 11 класса заинтересован в поступлении в престижный университет. Я считаю, что Нахимовское училище является достойным выбором. Рост в семье военнослужащего, отец меня воспитал строго. И его нравы как бы передались мне. И жизнь военнослужащего меня привлекает, наверное, из-за воспитания своего отца. Торжественная обстановка вскоре сменилась непринуждённым общением. Знакомство с жизнью военнослужащих началось с показа военной техники и вооружения. Всё для того, чтобы каждый смог не только увидеть армейский быт, но и пощупать будущую профессию. Поддержать оружие в руках, надеть спасательный костюм или побывать внутри боевых машин. Но это ещё не всё. На Химовском училище принято не только рассказывать об учёбе в стенах этого великого заведения, но и показывать на практике. Одним из самых ярких эпизодов «Неоткрытых дверей» – это работа разведывательной группы водолазов, которые из-под воды ведут стрельбу и уничтожают условного противника. В училище готовят артиллеристов, судоводителей, радиотехников и других специалистов. Вступить в ряды нахимовцев непросто. Мало отлично учиться. Важно быть физически подготовленным, здоровым и психологически устойчивым. Набор ежегодный от 250 до 300 человек. Также планируем конкурс достаточно высокий. Ребята поступают подготовленные. Особая благодарность – это кадетским корпусам, нахимовским училищам. Это ребята, которые состояли и у нас продолжают состоять в рядах юноармии, приходят немножечко подготовленнее, чем ребята, которые никаким образом не касались в своем юношестве армии. Сейчас в одном из старейших военно-морских училищ страны учатся почти 3000 студентов и курсантов. И с каждым годом желающих стать профессиональными военными в нашей стране становится все больше. Владислав Ивенин, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя.